Всем привет, меня зовут Redragon, и мы только что записали свой тирлист, а теперь мы посмотрим на чужой тирлист, тирлист на Прайдване. Главное отличие тирлиста на Прайдване и моего заключается в том, что свой я пытался строить объективно на уровне абсолютной или потенциальной силы персонажей, в то время как на Прайдване вдруг кто-то до сих пор этого почему-то не знает. Тирлисты строятся от текущего эндгейм-контента. Тут вот даже написано типа зеркало и чистый вымысел. Поэтому мы посмотрим на этот тирлист и я скажу насколько я с ним согласен или не согласен. Хотя на самом деле тяжело будет это оценивать, но тем не менее, давайте пойдем сначала по дамагерам. С+, Данила Цзинлю. Это самые сильные дамагеры, учитывая, что у нас есть и мнимая уязвимость, и ледяная уязвимость широко представленная. Ничего удивительного, что два самых сильных персонажа в игре в С-тире, особенно учитывая, что они в принципе могут даже, не обращая внимания на уязвимость, уничтожать контент. Данёк поднялся, как можно заметить, по стрелочке вверх, что он сделал благодаря выходу искорки, которая его сделала еще более сильным. Далее. Доктор Рацио. Рацио это просто самый сильный перс в игре, это все прекрасно знают. Поэтому в С-тире ему самое место. Учитывая, что у нас также в зеркале сейчас очень мало противников, где много противников, и преимущественно у нас один жирный какой-нибудь ублюдок, которого нужно убить, типа Глисты. Рацио показывает себя отлично, имея хороший потенциал для закрытия того же зеркала на 0 циклов, что было показано уже множеством разных задротов. Далее генерал. Генерал также поднялся с А-тира, насколько я понимаю. Сделан это за счет искорки, искорка его сильно бафнула. Электроуязвимости у нас много, с этим я согласен. Ценцуэ, также один из самых сильных персов. Хорошо бьет, с искоркой бьет, так еще лучше. Тоже вполне себе оправданно. Зелия. Если посмотреть на ситуацию объективно, она может здесь находиться. Но я бы ее сюда не ставил. Я бы ее поставил в А. Но она может тут быть, поэтому пусть будет. Идем дальше. Атир. Аргенти, Блейд и Клара. Как по мне, в текущем том же зеркале, они все хорошо себя показывают. Они все здесь являются массовыми дамагерами, и все вносят ощутимый урон. Поэтому их нахождение в А-тире тоже вполне себе оправдано. Б-тир. Герта, Химика и Сервал. Герта на 6-ом эдалоне, как и Сервал на 6-ом эдалоне. Сервал является довольно сильным электродамагером. Опять же, множественные задроты уже даже закрыли за 0 циклов 12 этаж с ней. Поэтому, возможно, я бы даже Сервал всунул в А-тир, нежели в Б, поскольку она реально может быть хорошей, но она требует вложений. Поэтому для большинства игроков, наверное, она будет в Б-тире, для игроков с задротскими вложениями она может быть и выше. Насчет Герты я бы, наверное, тоже поспорил. Потому что Герта, как по мне, не сказать, что очень мощна. Но у нас есть элементы этажей в текущем зеркале, насколько я помню, где множество противников, с которыми Герта хорошо расправляется. Но сама по себе она не то чтобы сильна. Была бы возможность ее сунуть между Б и С, я бы ее сунул туда. Но в целом, наверное, пусть будет. Химика, в общем-то, заслужена. Химика не так плоха, поэтому окей. Далее, в С-тире. С-тир у нас является... Персы говно, но не полное говно. Здесь у нас, соответственно, Данек, Хук и Миша. Все справедливо. Данек персонаж, работающий в одну цель. Хук это Хук. Ну и да. И в Д-тире Арлан, Физ ГГ и Янчик. Янчик это Янчик. Плюс он, опять же, работает только по одной цели. Работает не очень сильно. В текущем зеркале просто идет нахер. Арлан это Арлан, а Физ ГГ, он сам по себе является довольно слабым, в принципе, персонажем вообще. И его потенциал его нет, чтобы его реализовывать. Поэтому он находится там, где находится. Серьезно, посреди записи? Ладно, спасибо. Посмотрим после этого прекрасного ролика. Далее, терлист-специалист. Специалист это персонажи, в основном, обычные либо дамагеры, либо дамагеры-дебаферы, которые хорошо себя показывают в определенных сценариях. Только в определенных. Поэтому кавка у нас в С+. Ее определенный сценарий, это работа только в дотовых пачках. Потому что в ней их она себя показывает никак. И, естественно, у нее идет привязка к конкретным саппортам, конкретным персонажам. В данном случае Лебедь. В своей оптимальной пачке она контент просто теперь утрамбовывает в ничто. Поэтому С+, вполне себе справедлива. Лебедь в С-тире. Также вполне себе справедлива. В своей лучшей пачке она себя показывает отлично. Но без кавки она себя показывать отлично уже не будет. Поэтому для нее С, опять же, в текущем контенте, где есть витрины и в том числе мобы, вполне себе хорошо ей в С-тире. Далее идет Тапас. Тапас мне очень тяжело реализовывать из-за ее сингл-таргетности. Но, так как Тапас может идти как саппорт, типа полу-саппорт, полу-дамагер, она поэтому находится в специалисте, под генерала, под рацио или просто под кого-то с бонус-атаками, даже под ту же Клару потенциально. Наверное, она может быть в С-тире, потому что она, ну, какой-то урон, если ее правильно забафать, может вносить. Но лично я не нашел в этом много пользы. Тем не менее, на бумаге она вполне себе хороша. Поэтому С-тир окей, хотя я бы лично запихнул ее в А-тир. Далее. Также в специалисте у нас идет Лука, Сампа и Сюэ. Лука и Сампа это дотеры. Они хорошо заходят в пачку с кавкой. Сами по себе они себе ничего не представляют, поэтому они, опять же, специалисте. Как по мне, они на третий слот, если мы рассматриваем, что второй слот занят лебедям, встают примерно похоже, разве что я нахожу все равно Сампа чуть сильнее, чем Лука. Но, в общем и целом, то, что они в А-тире, под текущую мету, мету дотовых пачек, имеется в виду, по-моему, тоже вполне себе справедливо. Сюэ и в А-тире, я не очень понимаю, в чем заключается ее специальность, почему она специалист, а не дамагер. Она может носить урон, как саб-дамагер ее использовать нельзя, потому что иначе она не будет наносить урон, поэтому ее положение в А-тире и в иконке, не в иконке, в колонке специалист, для меня совершенно не ясно. Была бы моя воля, я бы перенес ее в дамагеров, и ссунул куда-нибудь либо в Б, либо в А, но, наверное, они что-то знают. Далее, в Б-тире у нас Гуинайфень и Вельт. Я не думаю, что я стал бы ставить Гуинайфень ниже, чем Луку и Сампа, но вспомним о том, что у нас не так много сейчас огненной уязвимости в текущем зеркале, поэтому Гуинайфень стоит ниже, чем они. Раз она стоит ниже, чем они, это не значит, что она хуже, это значит, что она хуже себя показывает в текущем контенте. Зачастую она будет лучше, чем Лука, и иногда может быть лучше, чем Сампа, но не всегда. Вельт в Б-тире здесь также, потому что его особо никуда не сунуть. Они перенесли его из дамагеров в специалисты, потому что нишу мнимых дамагеров заняли Вельт, а Вельта сам Прайдван рассматривает как что-то среднее между дамагером и саппортом. Его можно использовать, да, как полу-саппорта, как я говорил, вместо сустейна, либо как чистого саппорта под какого-нибудь Доктора Ратсо условно, но показывает он себя в этой роли относительно хреново, поэтому он в Б-тире и находится. Потому что Б-тир это что-то еще относительно нормальное. И в Ц-тире Сушка Пирогэгэ. Ц-тир опять же что-то близкое к ней юзабельному. Сушка работает по одной цели, не наносит особо много урона, физ этих, физ мобов у нас вроде тоже не настолько много, чтобы как-то оправдывать наличие там сушки, поэтому сушка в жопе, грустно, но как есть. Пирогэгэ сам по себе относительно слабый в общем и целом, поэтому он тоже там, где он есть. Далее дамагеры, ой, дамагеры эти, сустейны. Сустейны, господи, не сустейны, а саппорты. Саппорты, которых здесь называют амплифайерами. Амплифайерами их называют, потому что это персонажи, которые амплифайят, то есть повышают дамаг, которые наносят ваши дамагеры. Я посмотрел в чат, прочитал сообщение, его не понял. Не забудь на монтаже, мне оставили в дамагерах поправить на рацию. А, насрать. Саппорты. Но спасибо. Саппорты. С плюс у нас, Жань Мэй и Искорка. В принципе, я не думаю, что они даже со сменой зеркала куда-то уйдут с этих позиций. Это два топовых саппорта в принципе, поэтому они там, где они есть. В эстире у нас броня, волк и тиньюнь. Броня. Топовый саппорт. Все еще под гиперкерри отряды, под любые. Тиньюнь. Также топовый саппорт. Тоже под любые гиперкерри отряды, потому что это все, что нам нужно. И атаку, и урон, и повышение энергии. Волк, в свою очередь, что делает в эстире? У нас сейчас на более поздних этажах есть тенденция одного-двух мобов. Также, учитывая, что мы используем какой-нибудь доктора рацию или, как его зовут, господи, генерала примерно в тех же условиях, волк все еще повышает максимальный урон одного дамагера в одну цель. Так как у нас цель одна сейчас, преимущественно на более поздних этажах. Волк может находиться в эстире вполне себе. Стал бы я ее туда ставить? Наверное, да. Наверное, да. Я сам использовал волка, но я ее использовал по большей степени, потому что я играл через рацию. Если бы я не играл через рацию, я бы ставил волка только если бы носил новый сет реликов. Поэтому я не думаю, что она настолько вообще, в общем, хороша. В общем-то, в своем терлисте я ее ниже и поставил. Но под текущее зеркало вполне себе. Поэтому пусть будет. Пела в Атирлисте. В Атире, вернее. Поскольку... Ну да, наверное, по той же причине, по которой волк у нас в эст. Если бы была тенденция на большее количество мобов, а не на меньшее, то наверняка пела могла бы быть выше. Так как пела дает меньшее повышение урона по одной цели. Опять же, у нас там главные цели это глиста. И в конце это гепард и робот огромный. То есть там у нас нет особой нужды бафать урон сразу по всем. Поэтому пела там, где она есть. Окей. В бетере Аста и Ханья. Я предполагаю, что это из-за уязвимостей. Здесь есть, конечно... Как это сказать? Как по мне, Аста сама по себе относительно средненький такой саппорт на данный момент на фоне других. Но да, мобов с огонь на уязвимости у нас не очень много. Поэтому Аста не реализует себя настолько хорошо, насколько могла. И по-моему, с физ уязвимостей тоже не очень много. Поэтому Ханья чуть ниже, чем могла бы быть. А может потому, что просто другие саппорты сильно лучше, чем она. В любом случае, Ханья лично для меня либо Б, либо А тир. Но, да, учитывая уязвимости, я думаю, Б тир вполне себе может быть. Ну и Юйкун. Юйкун супер неудобная. Особенно сейчас, особенно текущее зеркало. Поэтому Цитир пусть будет. То, что нужно. Сустейны. Пусть я в С+. Для меня вообще не секрет. Дает кучу выживаемости, крит шанс. Что также хорошо сочетается со всеми нашими дамагерами. Поэтому вообще никаких вопросов нет. В С у нас Хохо и Лоча. Насчет Хохо я мог бы поспорить. Я бы сам ее перенес в С+. Но тут, наверное, вопрос также и в счет уязвимости. То есть ветряной уязвимости. Она, по-моему, только на 10 этаже есть. По-моему. В 10? Возможно, в 11. В 10 я точно помню. Хотя вряд ли бы они стали бы сустейна с С+, в С снижать. Из-за именно уязвимости. Но пусть будет. Хохо может быть более жадной до скиллпоинтов, чем Фу Сюань. Но она, как по мне, дает больше профита для команды, чем Лоча. Поэтому, окей, наверное, под текущий контент они их считают в одном тире, на одном уровне. Лоча и Хохо. Поэтому, окей. Я, в общем-то, даже не особо спорю. В Атире у нас Рысь. Рысь, как по мне, сильнее Наташи, сильнее Байлу, сильнее Гепарда. Потому что она дает больше лечения, и она снимает дебафы. Снимать дебафы сейчас ультраполезно и ультраважно, поэтому тоже ничего нового. Байлу и Гепард примерно в одном месте. В одном месте. Потому что они примерно одинаково дают выживаемости и больше ничего. Ни тот, ни другой дебафы не снимает, поэтому они в очке. Ниже них только Наташа и Март. Я не уверен, что я стал бы ставить Наташу ниже, чем Байлу. Я, по-моему, даже поставил ее выше. Вроде бы. Хз. Но Наташа хилит меньше Байлу. Выживаемости она дает меньше. Она снимает дебафы, но делает это ешкой. Наверное, поэтому... Уважение за спорт. Благодарность за контент. На хард. Чтобы рей размышлять над кнопкой записи. Даешь нарезку чую-чую-ють моментцев. Спасибо большое за донат. Спасибо за приятные слова. Спасибо. Поэтому я вижу, почему ее сунули в С-тир. Потому что, опять же, меньше хила. Тратят скиллпоинты, чтобы снимать дебафы. Но она их хотя бы снимает. Поэтому я бы, может быть, поспорил бы насчет ее положения на С. Но в целом, тут как бы тоже все логично. Ну, с партой все понятно. Она вообще мало что делает. Поэтому, поэтому да. И немножко, если посмотреть на чистый вымысел, то здесь, по-моему, даже говорить не о чем. Дамагеры топовые. Аргентия и Герта всегда будут топами чистого вымысла. Абсолютно. Они разносят миллионы мобов в ничто. Без особого напряга. Химик и Генерал. Генерал немножко возрос из-за искорки. И в целом, на более-менее нормальных статах у него не возникает проблем с тем, чтобы зачищать трэш-мобов даже со своей Ешки. Поэтому то, что он сейчас в С-тире, скорее всего, также обусловлено уязвимостями, электроуязвимостями врагов. И, возможно, он упадет в А-тир впоследствии, как только они поменяют уязвимости и будут более жирными. Но пока что С-тир тоже вполне себе логично. В А-тире Блэйд, Клара, Дзенлю, Зеле и Сервал. В целом, да, они, безусловно, слабее вышеупомянутых вариантов, но они не прям говно. И они также вносят урон по множеству противников. Поэтому вполне себе логично, почему они находятся в А-тире. В Б-тире Данёк и Сенсоя, потому что они, хоть и бьют по многим противникам, они это делают ценой целой кучи скиллпоинтов, поэтому они очень... Намного хуже работают, чем персонажи, которые были представлены тиром выше. Соответственно, дальше персты, которые вообще не работают в условиях множества противников. Это Доктор Рацио. Ну, нельзя быть идеальным во всем, поэтому Доктор Рацио хотя бы в чистом вымысле должен отсасывать, что он и делает. Как и Хук, как и Миша, как и... Как и Физ ГГ, который отсасывает везде. Вот это у меня сейчас лагануло все. Вот это было страшно. С последними тоже все ясно. Далее. Специалист. Иконка... Колонка специалиста. В случае, если мы рассмотрим дотовые пачки, понятно. Лебедь и Кавка. Самые такие сильные варианты. Здесь Лебедь сильнее Кавки, потому что она накладывает на пришедших новых врагов аркан. Она их лучше стакает, эти арканы. Соответственно, носит больше урона. Соответственно, она просто хороша. Поэтому она чуть выше, чем Кавка. Кавка также вносит урон по всем противникам. Она будет прокать арканы. Поэтому на Вастире она хороша. Но только, опять же, в нише специалиста. Поэтому она специалист, а не дамагер. Потому что она работает только строго в своих дотовых пачках. Далее. Гуинайфинь, Сампо и Пире ГГ. Гуинайфинь, Сампо и Пире ГГ. Они могут хорошо себя показывать из-за массового урона по противникам. И из-за подходящей уязвимости. Я, конечно, не очень помню, насколько много Пире уязвимости у нас в чистом вымысле сейчас. Я честно не помню. По-моему, она... Да, она там была, там была. Там была даже, которая хорошо подходит под химика. Поэтому они могут хорошо здесь смотреться. Потому что они бьют по шкале стойкости. Они пробивают противников. Наносят ром при пробитии. Раскидывают их всех. Все умирают. И все счастливы, кроме убитых врагов. Поэтому по Тире персы, которые носят массовый урон и сбивают стойкость. Соответственно, сбивают. В целом, ХП у противников вполне себе. Далее. Персы, которые, в принципе, не оптимальны для чистого вымысла вообще. Топас, Вельта и Сюэй. Здесь все, собственно, понятно. Они не очень хорошо работают в массовых сценариях. И урона у них не очень много. Поэтому они здесь. В ДТире тут у нас также Сушка и Лука. С ними все ясно. Синглтаргетные персы, которые ничего не делают. Далее. Саппорты. Жуань Мэй. Понятно. Это топовый саппорт вообще всегда. В чистом вымысле особенно. Потому что в чистом вымысле мы можем позволить себе ходить в два либо в три дамагера. Имея одного саппорта под них. Поэтому, учитывая, что Жуань Мэй дает баф на всю команду, вполне логично С+. В случае, если мы играем через гиперкерри одного дамагера, который бьет по всем. Броня, Искорка, Тиньюнь. Лучшие варианты. В общем-то, как и всегда. Поэтому ничего нового. В Атире у нас Аста, которая упала из С-тира. Она, в принципе, относительно высоко в тирлисте здесь. Потому что она также бьет по огненной стойкости. Да, она упала, скорее всего, из-за бафа. Раньше баф был от пробития, вроде бы. Сейчас баф от бонус-атак, поэтому Аста не настолько хороша. Поэтому. Есть же оружие на танков, которое поджигает, наносит 0 урона. В смысле? Аста, она дает атаку, дает скорость. Все классно, но делает это, во-первых, счет скиллпойнтов. В-вторых, делать не очень много. Поэтому она относительно высоко, но ниже наших самых топовых саппортов, которые дают нам все, что нам нужно. С пелой история похожая. Она хорошо бафает урон, но нам не нужно очень много урона в чистом вымысле. Тем более, это урон висит на противниках до момента, пока они не сдохнут, а подыхают они там очень быстро. Поэтому пела, опять же, хуже, чем С, но выше, чем Б. И в Б-серии у нас как раз Ханья. Ханья обладает именно этой же проблемой. Противники, на которых висит ее дебаф, назовем это так, умирают быстрее, чем он успевает полностью реализоваться. Нередко. Плюс бафает она только одного перса. А, опять же, в чистом вымысле мы нередко берем более одного перса. Поэтому Ханья может юзаться, я ее юзал, но... А далее Юйкун и Волк. Они вообще в очке, потому что... Потому что они в очке. Волк сингл-таргет, а Юйкун просто неудобная. Далее в состоянии. Фуся, Хо-Хо, ВС+. Для меня не новость. Они обе дают полную выживаемость. А Хо-Хо дает повышение урона отряда за счет атаки и энергии. Фуся дает тонну статов, плюс еще и урон по шкале стойкости. Соответственно, просто по противникам, у которых есть квантовая уязвимость. Поэтому окей. Лоча дает только выживаемость. Спасибо. Гепарты Байлу и Рысь дают только жалкое подобие выживаемости. И то в цену скилл-поинтов. Поэтому... А скилл-поинты нам в чистом вымысле очень нужны. Поэтому их можно использовать. Но я бы лучше не использовал их. Играл бы тогда без сустейна более сильными отрядами, усиленными саппортами. И, соответственно, в Цейсире у нас Март, Наташа тоже вполне себе логично. Учитывая, что у нас, опять же, сустейны такие, которые ничего не делают, находятся где-то в очке, в котором они и находятся. Поэтому... Как по мне, как всегда, тиралист на прайдване на данный момент отражает ситуацию очень хорошо под текущий контент. И, в общем-то, я по большей степени на 97% с ним согласен. Поэтому, как всегда, если у вас есть сомнения и вопросы по положению текущих персонажей в текущем эндгейм-контенте, то на прайдвинг, безусловно, можно обращаться. И, в общем-то, вы не прогадаете. Единственное, смотрите на дополнительные значки, которые здесь под персонажами есть. Потому что они нередко объясняют, почему Пьерс находится там, ну, в определенном тире, а не в каком-то другом. Ну, что, например, Ценсуэ, здесь вот нарисован значок кубиков. Она может быть в эстире, но может быть и в говнотире. Если суперсильно не повезет на вытягивание костей, срабатывание четвертого идолона и так далее. Но, в общем и целом, потенциально она находится там, где она находится. Поэтому, такие дела. Главное, опять же, не забывайте читать примечания к этому тирлисту, если будете им пользоваться. И думать головой. Потому что тирлист это только примерно показать примерное положение персов, где они могут находиться. Вот. На этом запись этого ролика я заканчиваю. Всем, кто его посмотрел в записи, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, приходите на стримы. И увидимся с вами в следующем ролике на стримах. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok